Всем добрый день! С вами Масленников Роман и рубрика ПрЧТ. Про что читать? Я в принципе не очень люблю в этой рубрике рассказывать не про бизнес, книги. Собственно, что еще читать бизнесмену, предпринимателю. Но обращу ваше внимание на спортивную книжку. Все-таки спорт близок к бизнесу, когда уже бизнес с большими цифрами, это уже получается спорт. Но поговорим о другом ключе. Сегодня немножко крутой автор Александр Бубнов. Если вы послушаете его эфиры по понедельникам на Спорт.ФМ, вы поймете масштаб личности этого человека. Хорошо, что его выпустили на радио и оттуда не выпускают, и оттуда не выгоняют. Почему? То, что он говорит, то, что он говорит, по сути, просто взрыв мозга и подрыв устоев. По сути, за такое, вообще даже не знаю, бить, наверное, мало. За то, что он рассказывает. Но зрители не дадут. Сейчас внимание и зрительский интерес к Александру Бубнову настолько высок, что невыгодно просто будет удалять этого человека из эфира только за то, что он говорит правду. Книжка реально написана, макает перо в правду. Вот по этому принципу она и написана. Исключительно правдой, правдивыми чернилами на натуральных, соответственно, фактурах. Только факты. Кстати, обращу ваше внимание на несколько фактов. Футбол – самая раскрученная сегодня спортивная игра. Самая зрелищная игра. Я об этом буду подробнее писать в своей книжке про пиар-биструсов номер 2, вторая версия. Коротко. Не столько скандалов, сколько случалось в футболе, не случалось ни в одном другом виде спорта. Это и убийство, это футбольная война, это самоубийство после матча, когда команда не выиграла. Это какие-то бешеные интриги. Ну, короче, футбол – это настолько взрывоопасно-скандальная история, что она просто после всех вот этих вот скандальных инфоповодов не может не стать супер-брендом, супер-брендовой игрой. Вот почему футбол суперизвестен. Да потому что он супер-скандален. Ну и, естественно, договорные матчи. Собственно, я начал читать эту книжку. В принципе, я понимал, про что она написана, да? Я слушаю эфиры Бубнова. Ну, начал я с главы пятой. В кавычках она, может быть, поэтому ее внимание привлекла. Глава называется «Жальгерес». Собственно, вы обалдеете, насколько предельно откровенно здесь написано о том, как Бубнова втягивали в схему договорного матча. Как он всех послал, отказался и тут же пошел и рассказал об этом руководству. Ну, это можно назвать там стукачество, не стукачество, но это единственное было правильное решение. Как пишет Александр. Короче, блин, я охренел, насколько практика договорников распространена была еще вот тогда, давно-давно. Вот, 500 рублей им обещали. И это классная история. И думаешь, блин, фига себе, вот футболисты, да, что там, катай мяч на поле, как бы, и забивай ворота. Нифига. Нужно, чтобы быть хорошим футболистом, нужно конкретно круто интриговать. Интриговать всякие кланы, быть своим человеком, не своим человеком, вот эти вот все клубки противоречий. Короче, блин, просто охренеть. Тем, кто работает на себя, как бы глава компании, да, вот эта, и компания небольшая, это вообще вот непонятно. Блин, сколько времени можно тратить вот на это вот говнище, там, типа, интриги, скандалы, подсидеть там кого-то, блин, рассказать ему о чем-то, не рассказать, утаить, там, подсидеть. Пипец. Вот, короче, в футболе, реально, вот эта вот вся интрига рассказана, как она делается. Блин, когда играть после этого, если такие интриги случаются? Вот, ну, еще, что меня удивило, да, ну, в принципе, книжка соответствует. 7 лет строгого режима, содержанию, название, содержанию. Тут есть Буба, собственно, это Александр Бубнов, сам есть дед, это Николай Старостин, вот, ну, и так далее, в общем, в принципе, тут очень много таких вот, как бы, кликух, понятий паханов, вот, там, типа, настучать, ну, какая-то зоновская, короче, вот эта вся эстетика. Вот, поэтому, блин, для меня, конечно, это немножко режет слух, но читать прикольно. Вот, советую прочитать и послушать Александра Бубнова, чтобы понять, что это, вот, блин, вот как нужно рассказывать правду, чтобы становиться самим брендом. Плюс, я думаю, не случайно Александр Бубнов сейчас наращивает свою персональную известность, потому что любая персональная известность, любая публичность, она, это всегда реальная защита от каких-то провокаций. То есть, чем более вы известны, тем более вы в безопасности. Ну, и что, в заключении, Спартак, Александр Бубнов, он играл не только в Спартаке, но и в Динамо, в Динамо раньше, но книжка написана сначала, и издана сначала о Спартаке. Почему? Потому что, блин, бренд. Спартак, это бренд. Он брендовее, чем Динамо, никто не будет спорить. Поэтому мы видим прямую связь, в которую попал сам же человек, пишущий об этом деле. Чем больше скандальности, тем круче бренд. Поэтому книжка про Спартак вышла раньше, чем про Динамо, хотя по времени все было наоборот. Вот. Поэтому, итого, книжку читать, Бубнова слушать, не забывать о том, что известным можно становиться только на волне скандалов. быстро известным на беспрецедентных скандалах. И, что еще в заключении хотел бы отметить. Короче, играйте в футбол. Все, всем пока. С вами был Масленников Роман. Рубрика PRCT. Я директор пиар-агентства ProStore. Понимаю, о чем говорю. И основатель пиар-клуба Piarium. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok